И главное событие этой недели с точки зрения словуческой эдитуры, это, конечно, открытие городской новогодней елки. И это событие состоялось 23 декабря где-то в 17.00, естественно, с участием мэра. Но, конечно, этот счастливый момент наступил не сразу. А вначале всевозможные положительные сказочные герои помогали Деду Морозу и Святому Николаю преодолеть различные препятствия от плохих сказочных героев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в финале фотосессия. Подробнее об открытии елки смотрите в новостях культуры в четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А более взрослая команда КДС США Олимпа МС-2 в рамках отборочного этапа Кубка Украины играла в мини-турнире за выход в 1-4 Кубка Украины. В первый день турнира наши взрослые футболистки сыграли ничью с Bootstar NPU из Киева 3-3. Во втором матче, чтобы выйти в 1-4 финала, нужно было сыграть ничью с командой Energy из Киева. А вот для того, чтобы выйти с первого места, нужно было победить с разницей плюс 10 и забить не менее 12 мячей. Начало матча было неудачным, особенно если учесть арифметические расчеты, о которых мы рассказывали выше. Ко второй минуте мы проигрывали 0-1. Правда, как скажет потом наш тренер, И действительно, к началу пятой минуты Олимп вел уже 2-1. На десятую минуту травму получил играющий тренер Energy, он же вратарь. Понятно, что альтернативы у соперников нет, и на заморозках и морально-волевых она снова вышла и встала в ворота. И еще не раз вручала команду Energy. К одиннадцатой минуте счет становится 3-1. Появляется уверенность и красота в обводке. Молодец! Молодец! Двенадцатая и тринадцатая минута приносят еще два мяча, и это уже разгром. Energy атакуют редко, их комбинация обычно заканчивается вдали от наших порог. Но здесь вроде бы пенальти. Хотя перерывы еще спорили, было оно или не было. Шестнадцатая и семнадцатая минута, и счет изменяется на 7-2. Перерыв. Разница плюс 5, все устраивает, но тренер волнуется. Показывает, каким комбинациям стоит уделять больше внимания. Играйте до конца. Атака пока не завершилась, вы все четыре человека полноценный участок. Поэтому, смотрите по флангу, две костани разыграли, две одинаковые комбинации. Пробуйте, почему вы таки не разыграете? А вы начинаете отыграть, еще раз говорю, как в своей команде. Вы начинаете отбить, как мы с вами ребенка раздавляем. Вот это вы играете. Больше услышать ничего не удается, громко играет музыка, да и тренер возражает. Уже перед выходом на поле узнаем, что тренер просил девчонок не расслабляться, потому что в футзале все возможно. Уже перед розыгрышем мяча общаемся с Лизой. Она соглашается, что сегодня не все получается. Но она сейчас забьет, как она утвердила. Правда, во втором тайме она так и не забила. Через 58 секунд нашу забивает гол, но это была не Лиза. А у Лизы действительно сегодня не все получается. То спасает вратарь, то штанга. Пятая-шестая минута и снова два Гава, забитые Олимпом. Счет. Счет уже 10-3 и впереди больше половины тайма. Но атака, штанга. Атака вратарь. Следующий гол Олимп забьет только через 10 минут. На 16-й минуте счет становится 11-3. До необходимой победы нужно забить еще два мяча и ни одного не пропустить. На 19-й минуте счет становится 12-3. За одну минуту нужно обязательно забить и не пропустить. Наша атака и снова штанга. И за 10 секунд до конца игры Олимп был все-таки забивая. Победа с нужным счетом. Олимп победил и они уже на первом месте. Странно, но Энерджит тоже радуется. Может быть потому, что не пропустили 14 мячей. Наш тренер уже после игры объяснил, что это была первая серьезная игра в этом новом сезоне. А игроки практически первый раз играли по 20 минут чистого времени. А реально 30-35 минут. И наш тренер Панченко поделился, что в этом четвертом финале хотел бы большей поддержки зрителей. И это действительно так. Зрителей в Олимпийце было не очень много. Мы потрапили в одну четвертую финалу Кубки Украины. И теперь будет одна игра дома. Поэтому для Голодачиев будет еще одна возможность. Кому интересно прийти, поделиться еще одну интересную игру. Причем игру как минимум одной. Как минимум одной игру высокого уровня. Мы одна на выезде, поэтому сподеваюсь нам место допоможает. В прошлом году мы играли в Харьков. И, честно, нам не встачало душе поддержки. Поэтому мы, выиграючи 4-0, проиграли по ходу игры. Но не было поддержки. Не было поддержки. Поддержки поддерживалось только Харьков. Поэтому, возможно, место наше сможет допомогти, организовать группу поддержки. То, сподеваюсь, есть шансы. Хороший подарок под елочку сделали наши футзолистки. А слабо превзойти рекорд прошлого года? Ну и тут обязательно нужна поддержка зрителей. Как раньше. Новорічні свята для малечі з Центру розвитку дитини розпочалися в День Святого Миколая. Першими діда Мороза і Снігуреньку зустрічали вихованці молодших групп. До них на свято завітали казкові герої з рукавички, разом з якими малеча поспівала та потанцювала. Музыка 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 Не залишились без новорічного свята діти старшої групи. Аби новорічний ранок розпочався, добряче постаралися батьки дідусі й бабусі, які мали заспівати пісеньку. Після чого до зали запросили малечу, яка була вдягнена в костюми супергероїв, казкових звірят та чарівних принцес. Ну а далі традиційно вірші, пісні та танці. Музыка 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 Ми я билку прикрашав, кухни пали пироги, свічочки та гілки стали, а до зіленки сольги. Музыка Ну, звичайно ж, неочікуваніша мить. На свято прибуває дід Мороз, Снігуренька, а також Сніговик із возом, повним солодких подарунків. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok А как словеческая детвора встречает Деда Мороза, Снегулечку и Святого Николая в других детских садах, смотрите завтра в новостях культуры в 19.25. Субтитры создавал DimaTorzok Деда Мороза, Снегулечка и Святого Николая в других детских садах, смотрите завтра в новостях культуры в 19.25. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok